1 января 1928 года в селе Жастелек Бухаржираловского района родился доктор исторических наук профессор Дюситай Амагабетович Шаймуханов. После окончания школы окончил Казгу имени Кирова. Трудовую деятельность начал учителем истории средней школы, затем перешел на комсомольскую и партийную работу. С 1974 года ректор Карагандинского педагогического института физического воспитания. С 1982 года до последних дней жизни являлся профессором кафедры археологии, этнологии и отечественной истории Каргу имени Букетова. Шаймуханов Дюситай Амагабетович автор пяти монографий. Одним из первых в Казахстане начал исследовательскую работу по Карлагу. Под руководством Шаймуханова защищено 15 диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Удостоен звания почетный гражданин города Караганды. Умер Дюситай Амагабетович Шаймуханов 21 декабря 2006 года. В декабре 2009 года на доме, где жил ученый, открыта мемориальная доска. 11 января 1943 года работники железной дороги станции Боровое выступили с призывом организовать сбор средств для танковой колонны Карагандинский железнодорожник. 17 января 1943 года прошел общий областной субботник, в котором приняли участие более 8 тысяч человек. В фонд Карагандинского железнодорожника от субботника поступило более 2 миллионов рублей. Всего же из-за трудовых сбережений железнодорожника было внесено свыше 40 миллионов рублей. 95 лет назад были образованы два крупнейших района Карагандинской области – Нуринский и Шетский. История создания одного из старейших районов Карагандинской области Нуринского связана с переселением российских семей в казахские степи. Официальное образование района, реорганизованное из Нуринской области Акмолинского уезда, относится к началу 1928 года. В 1934 году районным центром стал поселок Киевка. Нуринский район – это родина дважды героя социалистического труда Кузнецова, героев социалистического труда Айтуганова, Смоголова, Боднара и Тулебаева. История Нуры богата одаренными талантными людьми, известными далеко за пределами республики. Абдулла Ассалбеков, Сайдиль Толжанов, Карим Манбаев, Буркут Искаков и многие другие. Гордостью Нуринского района является акционерное общество «Шубаркуль-Камир» – предприятие, выпускающее угольную продукцию. Шетский район образован на базе 17 аулов, входивших в составе расформированных в 1928 году волостей в центре поселка Аксу Айулы. На территории Шетского района имеются многочисленные уникальные памятники археологии, истории и культуры, несущие полную информацию с древнейших времен до современной истории Казахстана. Район был создан для развития животноводства и производства зерна. Наличие богатых полезных ископаемых определило развитие промышленности. Большой вклад в социально-экономическое развитие района внесли труженики сельского хозяйства, герои социалистического труда Беркинбаев, Кайкебасов, Куанышбаев. Ужженцами Шетского района являются многие замечательные люди Казахстана. В январе 1943 года выдан первый Болгарский вольфрам. Необходимость в Болгарском вольфраме в военные годы была очень высокой, так как вся металлургическая промышленность на западе страны находилась в зоне оккупации, а вольфрам являлся необходимым элементом сплава для производства артиллерийских снарядов. Самоотверженный труд болгарских металлургов был высоко оценен Государственным комитетом обороны. За годы войны Болгарскому медиплавильному заводу 22 раза присуждалось переходящее красное знамя, переданное после войны заводу на вечное хранение.